Весь мир сегодня, если не напевает песни Битлз, то уж точно вспоминает солисты легендарной группы. Таблоиды и телевидение, радио, интернет пестрят изображениями Джона Леннона. Сегодня основателю легендарной четверки исполнилось бы 75 лет. Битломания и битлофобия, круглые очки, джинсы, клеш, ну а самое главное, это целое поколение тех, кто вырос на магически притягательной музыке Леннона. Репортаж Дмитрия Сошина из Ливерпуля. Место, где все начиналось. Если бы Джон Леннон был жив, как бы он выглядел? Писал бы он музыку или занимался чем-то другим? Битломаны могут говорить об этом часами, додумывая его непрожитые годы. Этот вопрос часто задают себе близкие Джона и люди, которых свела с ним судьба. Вряд ли бы он стал спокойнее. Я уверена, что как музыкант он бы сильно вырос, писал бы интересные книги и занимался живописью. Я думаю, он бы стал страстным блогером, звездой интернета. Он ведь любил мгновенную реакцию людей, любил спорить. Джулия Берт – сводная сестра Джона. В Ливерпуле несколько лет они жили под одной крышей. А это Мэй Пэнг – нью-йоркский секретарь музыканта. В 70-х юную китаянку с Ленноном связывали не только рабочие отношения. Этих столь разных женщин пригласили в музей Битлз. Попозировать возле пианино, на котором Джон играл за несколько часов до своей смерти. Грустный подарок Ливерпулю в честь 75-летия, вероятно, самого известного его жителя. Ливерпуль – большой и симпатичный город, и здесь есть на что посмотреть. Но самое известное, самое популярное место – это небольшой клуб «Каверн», где в 60-е годы выступали пока никому неизвестные Битлз. Собственно, благодаря Битлз это место до сих пор и существует. Таких очередей, как на выступлениях Джона, Джорджа, Пола и Ринга, уже нет. Но в отличие от музея, клуб дает хорошее представление о том, как это было и как это звучало. Здесь в 60-х годах почти ничего не изменилось. Те же своды, те же Битлз на сцене, правда, это канадские Битлз. Одно жалко – местная молодежь сюда больше не ходит. У них другая музыка, другие дискотеки. Здесь в основном туристы. Для юных британцев Джон Леннон – это какой-то известный музыкант, которого застрелили в Нью-Йорке. Он считал, что в этом бойком месте легче всего раствориться в толпе. Меня сейчас никто не тревожит. Ну, я могу в день подписать пару автографов, и всё. Слава богу, прошли те безумные времена, когда я не мог выйти на улицу. Вести фотохронику своей новой американской жизни, а Леннон не желал, чтобы его забыли, музыкант пригласил Боба Груэна. В Нью-Йоркском доме Джона человек с фотокамерой быстро стал своим. Это не был портрет двух отдельных людей. Это всегда была пара. Они вечно просили, чтобы их вместе фотографировали. Леннон любил повторять Джон и Йока одно слово. 17 ноября 1980 года Леннон выпускает новый студийный альбом. Публика его не замечает. Знаменитыми на весь мир эти песни стали лишь после того, что случилось с их автором через три недели. Поздно вечером мне из Англии позвонила администратор Ринго Стара. Просила, чтобы я срочно нашла ей телефон больницы. Я говорю ей, поздно, он умер. Никому не дано представить, как бы выглядел и что бы сейчас делал этот гениальный и непредсказуемый человек. Одно лишь понятно. В мире без него стало меньше музыки, любопытства и добра. Дмитрий Сожин, Павел Лихолетов, Первый канал, Ливерпуль. Продолжение следует...